Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в видео о моем скрипичном футляре. Я специально не буду сегодня появляться в видео и отдам все экранное время ему, моему замечательному футляру. Кто давно на меня подписан, знает, что это футляр Geva Aircase в белом глянцевом цвете. Мы с вами вместе распаковали его на канале. Если еще не видели это видео, обязательно заходите посмотреть. И сегодня я хочу показать вам, что внутри этого красавца и, конечно, поделиться опытом использования за месяц. Вопреки волнениям и тревогам на белой поверхности царапины не появляются, грязь не остается, если его нарочно не пачкать. Но порой остаются следы от соприкосновения с какими-то цветными поверхностями, например, крашенными. Но я нашла способ, как с этим бороться, и когда мы откроем футляр, я вам покажу, что я использую для того, чтобы убирать эти небольшие пятнышки. Итак, этот футляр, он на кодовых замках. Я надеюсь, что вы не видите мой код, но если увидите, напишите в комментариях, я его поменяю. Я уже навострилась его открывать в первом видео, это было большой проблемой. В общем, он так вот резко открывается. Здесь у меня два смычка, это не мой смычок, это аршеклассик, я вам его показывала уже в одном из предыдущих видео и даже делала тесты, так что обязательно залетайте посмотреть и послушать, если не видели. И это мой смычок, обычный смычок, современный, ничего особенного. Также в футляре есть вот такая вот туба, она нужна для того, чтобы в ней выпрямлять струны, но, честно говоря, я никогда не пользовалась этим устройством. Напишите, пользуетесь ли вы тубой для хранения и вытяжения струн, потому что у меня такого опыта нет. Далее, что лежит у меня в скрипичном футляре? Конечно же, скрипка. Происхождение моей скрипки доподлинно неизвестно. Этикетка гласит, что это итальянская скрипка. Все эксперты в разных любых странах говорят, что нет, это не итальянская скрипка, это может быть немецкая, австрийская. Для меня это не важно, я знаю, что это скрипка 19 века, середины или конца 19 века, мануфактура. На ней достаточно много различных отметин, царапин, но меня это никак не беспокоит. Звучит она отлично, очень хороший инструмент. Далее, здесь лежит мой мостик, мостик у меня Кун Браво. В этом футляре интересная такая система, вот эти вот кольца, они убираются, но я зафиксировала их в одном положении и открываю просто как обычные кольца. Итак, переходим к самому интересному, к футляру с аксессуарами. Именно здесь стоятся все самые интересные штучки, которыми я пользуюсь. Кстати, вообще скрипичный футляр, он всегда немножко отражает индивидуальность человека. Например, в моем старом у меня была фотография мамы на полароид и визитка одного из моих старых педагогов. Сюда я пока ничего не стала приделывать, наслаждаюсь минимализмом. Эта сумочка, мне кажется, очень удобная. Единственный недостаток для тех, у кого когда-либо будет вот такой футляр, не кладите ее вот так, потому что вот этот вот хвостик будет мешать закрываться, и у вас просто замки не закроются или, не дай бог, сломаются. Всегда кладите вот этим вот хвостиком вовнутрь. В сумочке с аксессуарами у меня, конечно же, бардак. Начнем сверху. Это грязная тряпочка. На самом деле не такая уж грязная, я стираю ее достаточно регулярно. Просто тряпочка из микрофибры, по-моему, так это называется. Но на ней остаются вот эти следы, и они не отстирываются, к сожалению. Это с тех раз, когда я очистила струны или смычок. Далее в этом видео я покажу вам, какие средства я использую для очистки. Тряпочка. Все понятно, после каждой игры нужно протирать каниполь со струн и с грифа, чтобы лак не разъедался, чтобы струны не портились. Я, честно говоря, иногда грешу тем, что не протираю струны, но у меня есть специальное средство, которое я использую для очистки. Так что если забываю протирать, потом иногда делаю ревизию, прочищаю, вообще все. Дальше канцелярские принадлежности. Вот у меня тут карандашик от Stratomusic. Кто когда-либо заказывал ноты на этом европейском сайте, они кладут в каждый заказ вот такой карандашик с удобной резинкой. Очень люблю. У меня таких несколько. И ручка тоже на случай, если понадобится ручка. Как вы поняли, наверное, сейчас я, когда иду в консерваторию, я не беру с собой никаких сумок. Так что сюда кладу все, что может понадобиться, даже впрок. Две резинки всегда нужно, потому что никогда не знаешь, вдруг забудешь, а на уроке нужно собрать волосы. Может быть жарко, они могут мешать. Всегда ношу с собой резинки. Далее у нас канифоль. Олив Ева от Pirastro. Я использую именно эту канифоль из-за того, что, собственно говоря, у меня такие струны. Ева от Pirastro. Я использую Ева от Pirastro зеленую, просто обычную, не gold, потому что не вижу большой разницы между ними. Далее у нас идет вот такая интересная коробочка. Я купила ее в Кремоне в Италии. Мы туда ездили вместе с мамой шесть лет назад. Не то, чтобы покупать скрипки, но вы знаете, что Кремона, это известные скрипки, Страдивари, Гварнели. Все они сделаны там. Хотя и это тоже было. Я пробовала разные скрипки в мастерских скрипичных. В Кремоне, кстати, есть замечательный музей скрипки. Мне так там понравилось. Было очень здорово. И милый маленький городок. И вот на память я купила себе такую коробочку. В ней раньше была канифоль. Канифоль, по-моему, или закончилась, или разбилась. Не помню. Ничего не могу сказать насчет его качества. И форма такая. Вы же видите, что это вот точно такая форма, которую используют для того, чтобы делать скрипки. Скрипку же не просто из дерева вытачивают на глаз. Есть специальная форма, которой они придерживаются. И получается, что вот эта вот штучка, это в точности форма, которую используют настоящие скрипичные мастера. Кремона Леутерия. Вот. Здесь вот остатки канифоли немножко. А внутри у меня лежат две суртины. Вот такая вот черная, ничем не примечательная. И голубая, которая имеет потрясающую историю. Я ее нашла в концертном зале на конкурсе, где я играла вместе со своим фортепианным квартетом в Санкт-Петербурге. Кто-то ее забыл, потерял, оставил. Но владельца я не могла найти. Поэтому забрала ее себе. И вы представляете, я больше никогда ни у кого и ни в каком интернет-магазине не видела сурдин такого цвета. Я очень люблю ей пользоваться, потому что это всегда вызывает вопросы, удивление, привлекает внимание. Но я не считаю, что это выглядит как-то пошло или слишком ярко. Мне, в принципе, нравится. И я использую вот такую голубую сурдину. Успоминаю конкурсы. Санкт-Петербург заснеженный. И так здорово, что сквозь года она у меня все еще не потерялась. Еще тут лежит также очень интересный артефакт. Это автограф. Я никогда не любила автографы, не понимала, зачем они нужны. Но у меня здесь есть очень грязный автограф от Сергея Крылова. Сергей Крылов — это замечательный скрипач. Я думаю, что все его знаете. Здесь написано, как он. Мельёри агури. Эсуанати. Семпре. Мелья. По-моему, так. В общем, с наилучшими пожеланиями и прекрасной игры. По-моему, так. И от 14-го года. То есть ему 7 лет. Как я получила этот автограф — это отдельная история. Какое-то время я работала в Мариинском театре волонтером. И контактировала с звездами мира сего. И вот попросила автограф. Не знаю, зачем. Вот такое фанатское во мне проснулось. Но ношу с собой, как такой приятный артефакт. И вдохновляющее пожелание от большого музыканта. Очень приятно. И последнее. Это монетка. 10 шекелей. Ну, тут объяснение не требуется. Просто... Просто мне нравится носить эту монетку. И на дне написано «Cremona Violins». Можно посетить сайт и узнать всё о производителе этой канифолии. И, как я понимаю, скрипичном производстве каком-то. Далее. Здесь лежит жвачка. Просто полная пачка на случай, если мне срочно нужно будет освежить дыхание. Почему нет? Так, вот это мой студенческий. Так вот он выглядит. Фотографию можно выбрать было самим в этом году. Обычно мы приходим лично и нас фотографируют прямо в консерватории. В этот раз из-за ковида они разработали какую-то новую систему, схему, в которой можно было загрузить свою фотографию. Я выбрала стильную чёрно-белую. Здесь мой ID. 2021. Грузинская Анна Александровна. Master Violon. И здесь такая карточка, кстати. У нас есть принтер и... Как это называется? Ксерокс. Ну, где можно скопировать что-то или распечатать. И вот такая карточка стоит 5 евро. Получается, один листочек стоит 5 центов. Дальше. Маленькие ножницы. Маленькие ножницы нужны не только для того, чтобы коротко подрезать свои ногти. Хотя это тоже очень важно. Но ещё и для тех случаев, когда волосы с мячки рвётся от напряжения. Такое случается достаточно часто. И чтобы варварски не выдирать его из хвоста с мячка, так можно и другие волосы повредить вообще-то. Аккуратненько подрезать его маленькими ножницами. Так. Лошадь, которая наверняка вызывает много вопросов. С вытянутой ногой. Это подарок, который напоминает мне об одном из моих педагогов училищных. Перед первым экзаменом она нам подарила таких лошадок с трясущимися ногами, символизирующими трясущиеся ноги первокурсников на экзамене. Я не знаю, почему так случилось с её ногой, но я всё равно продолжаю носить его, потому что мне нравится иметь какие-то небольшие амлетики или просто напоминания о моих педагогах, о значимых людях. Как я уже сказала в предыдущем Петере, вот у меня была мама и ещё один мой педагог. Педагоги очень важны в жизни музыканта, так что ничего удивительного, что хочется помнить их и личности, и тот посыл, который они несли именно вам. И последнее это ластик, непростой ластик. Вот он такой белоснежный и определенной фирмы. Я его купила для того, чтобы как раз-таки с моего белоснежного футляра убирать какие-то цветные потертости, пятна. Он очень хорошо убирает. Например, здесь есть такая маленькая голубая царапинка, я не знаю, видите вы или нет. Я делаю так. И она исчезает. С другими ластиками это почему-то не работает. Вот, название этого ластика, если вам понадобится. Но я думаю, что это пластик, он обычный, просто он такой пластиковый. Он не совсем как Кахеноровский, знаете, такие есть с большой текстурой. Это скорее пластиковый ластик. Но он отлично избавляет от вот таких вот мелких царапинок. Это даже не царапинки, на самом деле, это вот именно пятнышки. Потому что когда это белая поверхность, которая достаточно крепкая, её сложно поцарапать. Когда она соприкасается с какими-либо цветными поверхностями, со стеной. Остаётся небольшое пятнышко, но с помощью этого ластика всё, по крайней мере, вот за этот месяц, пока я пользуюсь им, всё убирается достаточно просто. Так что вот вам совет. Купите именно такой белый ластик. Кстати, как вы могли заметить, наверное, в моём футляре никогда нет запасного комплекта струн. Это очень плохо. Не делайте так. Но почему-то так получается всегда. Я не припомню в своей жизни, чтобы когда-либо у меня был вот именно новый комплект струн всегда с собой. Я думаю, что нужно отучаться от этого и хотя бы какие-то старые струны положить на чрезвычайные случаи. Потому что никогда не знаешь, когда у тебя порвётся струна. Со мной, правда, такого уже очень давно не случалось. Может быть, поэтому я отучилась беспокоиться на этот счёт. Потому что есть много других причин для беспокойства. Но, в общем, со струнами как-то не складывается. Мне вот интересно, есть такие люди тоже, фоталисты, которые не носят с собой запасной комплект струн? Может быть, я не одна? Итак, сейчас я хотела бы вам показать четыре средства по уходу, которые я использую для своей скрипки и смычка. Первый из них называется Виол. Я заказала его в интернет-магазине Томан. Вот эта бутылочка с потрясающим запахом. Я просто могу сидеть и нюхать бесконечно, как он пахнет. Потому что это какая-то сосна или что-то такое невероятно древесное. Это именно жидкость для очистки. Сделана в Германии. Я просто её наношу как раз-таки на вот эту вот тряпочку. Она не окрашивает тряпочку. Немножко, может быть, остаётся какой-то оттенок. Вот те пятна, которые вы видели, они именно от самой коневколи, которая со струн снимается или со струнки. Вот, использую где-то раз в месяц. Мастера обычно не рекомендуют чистить скрипку именно какими-то жидкостями слишком часто. Я в основном просто сухой тряпкой протираю. Далее, вот эта вот маленькая помадка сделана для того, чтобы наносить её на колки, для того, чтобы они крутились лучше. Она выполняет обе функции. Если колки слишком тугие, она их смягчает. Если колки слишком мягкие, она добавляет туда вот этого нужного объёма и какой-то вязкости для того, чтобы они держались лучше. Очень хорошая штучка от Перастра. Далее, вот эта вот штучка специально для смычка, для волоса смычка. Пожалуйста, не чистите смычок спиртом, а тем более духами. Это нехорошо для него. Я разговаривала со многими мастерами, и они говорили, что спирт вообще это со скрипкой и со смычком, со старым особенно деревом, это просто несовместимые вещи. Вот эта штука очень мягко очищает, без проблем. Пахнет немножко химически, но я думаю, что это нормально. Я доверяю фирме Гева, и думаю, что здесь состав всё-таки должен соответствовать предназначению. Также не использую слишком часто, но когда вижу, что вот волос смычка, особенно в основании, он часто грязнится, я использую. И вот это как раз очиститель для струн, который я использую непосредственно на струнах, когда они также загрязняют. Всё равно на струнах рано или поздно появляется этот липкий слой, который портит звук, они становятся менее звучными. Использую также не очень часто, где-то раз в месяц. Вот и всё, дорогие друзья. Если у вас есть какие-то вопросы, или вы хотите поделиться, что лежит в вашем скрипичном футеаре, пожалуйста, пишите комментарии. Мы увидимся с вами, именно увидимся лицом к лицу в следующем видео. Спасибо, что досмотрели видео до конца, подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok